Начальник управления боевой подготовки вооруженных сил Армении, заместителю главы генштаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Андронику Макаряну предъявлено обвинение. Он проходит в качестве обменяемого в рамках уголовного дела, расследуемого в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении. Об этом пишет газета Жоховуд, ссылаясь на отдел общественных связей Генпрокуратура Армения передает канал 13. В публикации говорится, что в запросе в Генпрокуратуру корреспондент Жоховуд попросил предоставить информацию, возбуждено ли уголовное дело в связи с 44-дневной войной, допрашивался ли Андроник Макарян в рамках этого дела и в каком статусе. На эти вопросы пришел ответ только по той части, что Макарян вовлечен в дело в качестве обвиняемого, говорится в публикации. Генпрокуратура отказалась предоставить иную информацию по делу, считая ее секретной. Отметим, что Макарян – один из четырех военных, которые не присоединились к заявлению начальника Генштаба ВС Уника Гаспаряна и других военных, требующих отставки пемьер-министра Николы Пашиняна. Газета предполагает, что у него на то есть свои причины. По версии армянских СМИ, Макарян не подписал заявление Генштаба из-за того, что одно из уголовных дел по итогам войны в Карабахе связано с действиями возглавляемого им управления. В частности, речь идет о брошенной в Зангелане на произвол судьбы группе военных. До сих пор они считаются без вести пропавшими. Согласно изданию, Макарян надеется, что после увольнения Гаспаряна его назначат главой Генштаба, а уголовное дело в его отношении будет прекращено.